Второе отделение наше лирическое. Мы в душе лирики. Всю жизнь мы проповедуем принцип, что о войне любви говорить не устанет до тех пор, пока первый не уступит второй. Слава Богу, что война уступает любви. И в нашем душе мы действительно тянемся больше. Может быть, вопреки тому, что мы пережили, мы тянемся именно в душевности, в искренности, в чувствах. Поэтому много песен у нас. Однажды Виктор приехал в Сочи на фестиваль. И родилась, как писал Агранович в книге «Малая земля». И родилась песня. На самом деле, Витя еще не знает, он как в детстве находит о творческом. Вот «Малую землю» писал Агранович, великий писатель газеты. А Брежнев. А Брежнев. А Брежнев. А Брежнев. Ну, ничего страшного. А это нормально. Йозе. Открываем глаза. Прямо на свет. Открываем глаза. Подсвечивает небо фонариками звезд Луна скользит дорожкой по волнам И серебристой низью от сердца к сердцу мозг Протягивает чуткая струна Слезинками прибоя остался на губах Соленый хвом полночный поцелуй И что-то шепчет хвоя, распугивая страх И бьет волна, раскачивая булы Музыка моря ночного души двоих обожгла Пальцы в сплетении снова взгляды и губы свела И наполняя светрами пили сердец паруса Вместе с морскими ловнами Торили им небеса Парарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Их стройные тела резвились песням сладкого исполнать. Но этих двух влюбленных судеба зимой свела, И она мечтала пояло ночной. Над городом притихшим дуэтом прозвенел Роман сарастревоживший окоть. Уж небосвод за окнами, за грею зарел, Но пел перед судьбе на берегу. Музыка моря ночного души двоих обожгла, Пальцы сплетения и снова взгляды и губы свела. И наполняясь ветрами пересекли с паруса, Вместе с морскими волнами торили им небеса. И наполняясь ветрами пересердеть с паруса, Вместе с морскими волнами торили им небеса. Парарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Но не левим небеса, но не левим небеса. У Вити трое детей, у меня трое своих, приучал я к труду посредством... У каждого под сердцем есть своя сказка. И когда я увидел, что они к театральному искусству проявляют какой-то интерес, я стал писать пьесы, мы ставили их дома, куклы всякие придумывали совершенно безумно, приглашали гостей. Потом предлагали писать мне сказки уже за деньги. Еще синтезатора не было, я садил снизу Макса на басах, сверху Иришку, они все учились в музыкальной школе, и со строгим залядом от Санта. Мы записывали разные музыкальные сказки, писали, интерпретировали известные сказки. В общем, мне судьба подарила множество таких возможностей. И я иногда использовал, как в этой песне, которую спою, детские имена. Ребячий, там Максим, Андрей, свое имя. Так, значит, вот тоже так. И сейчас я расскажу пару таких вот... И Хаил. Вот, пару, да. Пару историй из... У нас была семейная газета, называется «Очах». Я тоже использовал ее как, значит, настоящий журналист. Вот, как рыча для воспитания. Из нее перепечатывал, например, «Пограничник», «Толстые журналы». И они попросили, можно перепечатывать некоторые ваши страницы, истории. Я говорю, можно, но с серьезным гонораром и обязательно со ссылкой. Над газетой был... Висел лозунг, вот, разъясняющий непонятным людям. Она всю стену занимала. И Витя там писал. В общем, это много всех было. У людей таких заслуженных. Стенная печать – это такой вид печати, до которой читатель доходит сам. Значит, рассказываю, младший сын. Он сейчас поступил в академию военную. 18 лет, 47 размер ноги, метр 95. Тогда он был немножко меньше. Вот, истоки, откуда же вот это решение. 28 мая – это день пограничника. Я прихожу домой, там раздают всякие грамоты, ну и так далее. Макс, увидев меня, значит, сидящего, говорит. А мы уже отнесли в форму, дали такой значок. Он почетное место сейчас занимает, значок. Он так говорит, завистливо. «Все-таки хорошо тебе, папа, на работе». Так вот, посмотрел на него, так взглядом, почему-то. Ничего не говорил. «Медали дают». Он, значит, женолюб был, но, говорит, жениться не был. Был будет гражданская жена. Вот с такой вот. Я говорю, какие мы, это Москва на тебя, длитворное действие. Москвич просто, я не знаю. Вот, родился в Краснобаме, почему ты меня не родила в Москве? Я говорю, москвичей, если себя ненавидят, они такие, а сейчас его за москвича не принимают. Они когда узнали, он в академии, что он москвич, когда он, ты куда идешь домой? Ты что, москвич? Он такой, как все, он все это берет на себя. Ну, в общем, влюблялся он на девчонок и так далее, с малых. И у нас соседи были пограничники. Девчонкам по 23. Ему уже 6 лет, он почувствовал, что пора. Их две сестры. И ему стало жалко одну. Он говорит, Натаха, говорит, и Юля, беру обоих. И вот лето наступает, Юлька уехала, значит, в деревню. Они сидят с Натальей, ведут беседу за чаем. У него ноги не достают еще до конца. Наталья, значит, будущая жена. Он говорит, как ты думаешь, говорит, Наталья? А Юлька у меня в своей деревне сейчас отменяет. Он говорит, ну как можно? А он сидит, сидит, полгода лежит. А я думаю, изменяй. Средняя ириска. А Наталья Иришка, он вот, однажды Максим сел на свои черные очки. Он всегда такой вот, что он на рынке, он в бутиках, он покупает. Зарабатывал деньги, это вообще с малой. И вот черные очки, это же, конечно, такая атрибутика, это что такое. И вот он их на сих сел и раздавил. А Андрей, увидев такое горе, взял ему и подарил своим. Я говорю, жена, такой подвиг совершен в семье. Надо отражать в газете. Пиши заметку. Она, значит, пошла там краски какие-то, следи там. Нарисовала такими маленькими, большими, поиграла на компьютере. Я смотрю, просто, значит, обалдел, как она, какую заметку написала, все. Я говорю, значит, собрал электурат. Я говорю, дети, вы заметили, какую замечательную заметку написала наша мама в газете? И Ириха, первая такая, значит, что-то сказать, что наша мама вообще к нашей семье относится с нежностью. Я уже давно заметил. И старший, он у меня всегда был в коммунистерном отделении. И всегда он, какие-то игры, они до сих пор в них играют. Они эти игры детские, а он придумывал, вот уже. Потому что я на нем тренировался. Он четыре года, три с половиной, он уже пошел в школу, от меня, чтобы... И там был просто счастлив. И вот он, у меня старший, сержант, значит, такой, вот он все время, у него, если все в порядке дома, вот, то он может придумать, а голова у него работала, дай бог, что-нибудь такое, чего, в общем, раньше не было. И приходит папа, говорит, у нас все в порядке. Приходит, значит, ко мне, понимаешь, что все в порядке. Я говорю, все, говорю, в порядке. А не мог бы ты поставить нам на ночь инструментальную музыку? Десять лет парню, Моцарт. Я думаю, о, воспитал, какая тяга к культуре. Я говорю, конечно, сынок. Начинаю, у меня там триста этих кассет, еще кассеты, и начинаю искать, и не нахожу. А некогда, уже все, спать им пора. Нашел, что там такое, Моцарт там, какой-то, значит, хор поет, ой, Моцарт, так, Чайковского. Я ему сунул кассету, думаю, он приходит обиженный, говорит, папа, это хоровое приемление, Чайковский. Ты же обещал Моцарта, и все, и настаиваю. Уже так, я ищу, еще, не могу найти. Уже на себя, звезды, нахожу, значит, кассету Бетховена. Сынок, компромиссер, инструментальная музыка, Людвиг Иван Бетховен. Дорогитый немецкий композитор. Даю ему, он поставит. Уже не верит, значит, я поставил. Та-да-да-да, он там все включил. Достает, пошел, и вот, утром, у нас 10 метров коридор, он с разбега. Счастливый. Я цитирую просто. Папа, папа, Людвиг Иван Бетховен, это гениальный немецкий композитор, уснул мгновенно. Ну вот, в общем, ладно, мы тогда отставим, чтобы у нас ровненько было, чтобы я не выделялся. Да-да, хорошо. Песня, которую мы вот этим всем семейством пели, называется она «Ойли», она из сказки, там все эти вот имена. И когда нас, мы приложили для гитары, втроем пели, и так все народ как-то воспринял, мы там игровой-то делали. Иван говорит, слушай, папа, я сегодня впервые заработал деньги на сцене, мы понравились больше всех. Жаль, автографы не просили. Счастливый. Был ли так на самом деле? Был ли, нет, на самом деле? Но Андрей на той невели, а я килл чертям войну, и рога им разогнул. Да ну! Ну да. Был ли, нет, на самом деле? Был ли, нет, на самом деле? Ой, нет. А недавно Михаил самобранку раздобыл. Самобранку раздобыл, на полянке расстелил. А с котелечка бронится, что ж он руки-то не помыл. Сама бронится? Вот такая самобранка. Самобраночка. Был ли, нет, на самом деле? Ой, нет. Тут сказочки конец. Ох! А кто слушал? Молодец! Ах! Если сказочки вам мало, начинай ее сначала. Было ли так на самом деле? Ой, нет, на самом деле? Все. Радость дарить, это главное. И этим все сказано. Песня Виктора Трофимова. Мы поем ее квартетом лирики, раскладываемся там, как Гаррера. К сожалению, сейчас нам придется несколько позасушить материальчик. Нет, это не отразится. На нашем отношении к вам. Никуда. Свет. Вот и снова вместе мы Праздник продолжается И тепло сердечное Согревает ногу Счастьем вдохновения 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 Счастьем darnimes Скажем мы с улыбкою, жизнь да продолжается Будем дружбе преданной до конца верны Милые, добрые, славные, лица улыбкой цветут Радость дарить это главное, чем наши души живут Радость дарить это главное, чем наши души живут Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Когда я из Афгана, а мы приехали в Галич Я знал, что такое печное отопление подробности что такое сухие и сырые дрова что сырые дрова это еще не они не мокрые вовсе там и так далее складывать печи научился вот и появилась такая песенка ее по-разному называют называется печки лавочки она вот-вот в одном варианте а песенка она называется печка кручи так ее значительно назвал эти хорошо иметь друга на сцене подскажется да поможет и одна в рейли моря самый любимый анализ после ля-минор конечно не забыл где его сручки а господин паспорт он идет вальс а я ему более популярный сейчас размер и сяду в печке на горточке старые письма спалю и затянувшись макорочкой грусть довела раскалек в миг укасает роскошное пламя теплом лишь маня кровь неподростья и прошлое вновь обманула меня прошлое вновь обманул от меня где-то столичные женщины слыша соломную лесть вечером платится с фринчами ходят в театры а здесь домик достану есенина и догоню первочек нет под фуфайкой сомненья слезы но прямо ручью тьма за окном непроглядная на сердце тоже черно ветер душа конократная снегом заклеил окно тихую длинную сельскую песню поют провода эх ты кручина российская нам от себя никуда гроз кручина нам от себя никуда нам от себя никуда а теперь я вас оставляю для самого откровенного душевного разговора наедине с Михаилом Михаилом я написал песню собственно посвятил своему другу Александру Минаеву в сборнике она даже так и числится стихотворно Минаевская он говорит это же про меня да конечно за три тысячи километров приехал ко мне два месяца они виделись с фестиваля на фестиваль сбросился с поезда говорит ты что здесь собрался делать я говорю картошку копать значит когда закончились третьи сутки не дни а сутки мы настолько мы как бы скучали тогда и вообще друг по другу что вот люди ложились вниз вот я честно к спиртному отношусь я вот в Новый год этот встречал с одной бутылкой шампанской мама добивала ей четыре месяца четыре дня вот после этого а я как то вот ну вообще нормально для кефир вот я могу успокоить двадцать пять лет я кефиром отмечал а тут вот просто не брала водка и ничего не брала люди менялись просто как бы поколениями одни легли внизу другие приходят а нам так хорошо и всем хорошо вокруг какие то приключения там на третьи сутки когда закончились мы пошли копать эту картошку песня про него не про меня она так и называется Аминаевская когда облысеют ромаш и от холода мрут комары уходят квартиры на дождь и до боли темной пары печальны сентябрьские кошки зарит на шнивье воронье копайте копайте картошку и жарьте и жарьте ее как жаль что все не так этим летом ничего так и не получилось все пошло на перег осяк как много нам веснами сниться но с летом простились вчера теперь нам пора помелиться разочаровать разочаровать пора заклейте на зиму окошки и в поле накинув старье копайте копайте картошку и жарьте и жарьте ее как жаль что все не так этим летом все не так этим летом ничего так и не получилось все пошло на берег осяк ах лето беспечное лето дорога до пыльной бурья был счастлив хоть прожил раздет и ведь сердце строжили друзья пустое лесное лукошко осад обобрало море лукошки ах у нас Jeremiah 事情 Arc Перекосяк Но все пошло наперекосяк Вел Митяев, Холмчик В общем, такой солидный концерт Пять человек к нему подошли И попросили, чтобы он просто на сцене Что-нибудь им подыграл Представляете, Кремль, Кривоевский дворец Концерт И Дима, значит, троим Не смогли отказать И вот он четвертый раз выходил вместе с нами Он один из лучших гитаристов России И он пытается иногда меня учить Он потомственный ему учитель Его мама учила меня сольфеджио-музыкальной школы Вот И он меня научил одной басанове Я сейчас попробую на вас ее Миша За черту, пожалуйста, заходи За черту освещения Витя просит меня за черту не заходить Хотя сам Постоянно за нее переход Антис называется Огромным зеркалом асфальт Под небом серым Играет одинокий аль Рождая веру Что есть на свете чудеса На этом свете И веришь алым парусам В пасмурный день В пасмурный день Тает и мальчик Чистые звуки Уличный артец Не капитан И без денег в кармане Нам дарит алый пар Для нас играющий альц Непритязательный пиджак Подтертые джинсы Как в стальфутляр летит пятак А он забылся А он не видит ничего На крыльях струны И в туре музыки его Сердце поет И под ногами не вода Откидешь город Но дождь ушел не навсегда Вернется скоро И зачеркнет пунктиром слез Седую сказку Но у нас останется до груст Детство мираж Запад в турмане Тает и мальчик Чистые звуки Уличный артец Не капитан И без денег в кармане Нам дарит алый пар Для нас играющий альц Падам-парам Падам-парам Падам-парам-парам Падам-парам-парам Огромным зеркалом асфальт Под небом серый Играет одинокий альц Рождая веру Что есть на свете чудеса На этом свете Есть Добрый дембель Значит, была песня У меня Висбора подарила Я Татьяне Висбор рассказывал Прям в передаче однажды Говорю Висбор, говорю Ваш папа подарил мне песню Как? Очень, говорю, просто Для меня была затертая кассета Висбор Гембелем на пару Поднимает в небеса Этот маленький трактир Я так представляю Добрый гембель На пару поднимает Трактир Вот Это самое Видя пытается Показать свой интеллект Но он спешит кассета Потому что рассказ Еще не закончен Значит, есть такая студия Московские окна Вот Московские окна Тут многие это поняли Улыбнулись Вот И, значит, там Последняя запись такая Я купила Катяна там Накупила намного А я туда записал Зашел У них там столько многого И они Ну, как бы Полюбили меня И продали по дешевке Практически Весь свой библиотек Я уходил с мешком Как дед Мак И там была Вот Ноябрьская, по-моему Такая кассета Я слышал Явственно Одинокий гитарист С добрым Гендалем На пару Я ходил неделю Как будто Это самое Как будто Мне недавно Сделали операцию Я был осунувшийся Я бросил пить Курить Вот А потом Я придумал песню Добрый день И на Московском фестивале Открыто Ее признали Лучшей песней Фестиваль Я Бунина Припел туда Темной аллеи Потому что я Все же мы читали Про любовь Такая бешеная Там даже детали Из меня Но я художественно Проникал В действительность То есть Эта песня Не совсем про меня Не надо думать Что я такой Как Виктор Этот вот Любви обильно Добрый день На поезде ехал Под вагоном Стучался вальсок Весь вагон Отрывался от смеха Из листка На листок Адресок Мотелеком По девчонкам А дембель Был одною Из них потрясен С ней сошел На перрон Перед этим Купив Знах Яблот На целый вагон На все Свои деньги Эх Яблот На целый вагон Вышел на птук Сейчас подождите Ух ты Вот это да Извините Сейчас Незнакомый Шальной полустанок По дороге В огромную жизнь И любили По-будински Странно До утра Так что Только держись За два года За свадьбу Наташки Эта ночь Расплодилась Волна А проснулся Когда от нее Не следа Лишь цветная Заколка Одна Ни имя Ни адрес Эх Цветная Поет Эх Как лихо Теперь Заживет Только город Почти не заметил Что два года Провел без него Он вернулся С друзьями Отметил Набежала Набежала Дождей И снегов И немножко Конечно же Солнца Ведь Семного Без солнца Никак Но взлетел Как и кар Выпить Жаркий Нектар Заключив Замечательный Брак На небесах Эх Заключив Замечательный Брак Пролетело Готков Подустало Солнце Греть Даю Подустам Незнакомый Шареной Паустам Для него Главной Станцией Стал Где Без зависти И без обмана Без корысти Без папа Суслов Без обмав Пирогов Без дождей И снегов Без огляда Царила Любовь Но Лучку Одну Эх Без огляда Царила Любовь А где-то Новый день На поезде Едет Под вагоном Стучит С пальцем Человечка 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 Браво АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда я уговорился Один мой друг Который мы знакомы Были с капитанских А звезды, он уже был в Чечне, он уволился, был в Чечне, он занимался женским футболом плотно, с подачи Громова, создал команду, купил всех лучших футболистов и сделал команду чемпиона. И пригласил меня поставить пиар на крыло этой команды. Мне было забавно. Я говорю, хорошо. Но до этого, в общем, и каким-то образом я занимался этим футболом, меня попросили выстроить на столетие Старостина, в конечном итоге. И я говорю, что я буду петь? Меня попросили, друзья, спой афганские песни. Старостина, говорю, даже в армии не служил. Он говорит, ну ты выступишь, 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 как социально незащищённый слой. Я говорю, не хочу представлять социально незащищённый слой. А что-нибудь есть про него? И мне дали потрясающие две книги, которые он сам написал. И вот теперь представьте, капитан сборной, он был капитаном очень долгое время. Это была вся эта коммуна, когда капитан решал очень много, на виду с тренером и всё. Сборная Советского Союза, он вообще проповедовал футбол, у него там такие термины, искусство, театр, исполнитель. Он вот тот футбол, где вот, допустим, он вообще никак не мог. Он тот, который радость приносит, там атака, вот творец. А вы знаете, что Берия был профессиональным футболистом? Кто не знает, подняли руки. Представьте, Берия был профессиональным футболистом, и его старостин обыграл. Он назвал его увольним, когда это самое, с левого экрана, в защите играл. И Берия ему помнил это всё. И он поступил, конечно, хитрее, чем просто. Старостин чем? Он придумал «Спартак» в 1937 году. Ни «Динамо» НКВТшная, ни «ЦСК» вооружённых сил. В 1937 году он придумал общество для спортсменов и артистов. Общество, он практически просто «Спартак». Обалдеть просто. И он настолько был интересен, как личность. Он покупал, для меня это вообще непонятно. Футболист профессиональный, покупал картины у неизвестных молодых художников. И они через несколько лет, ну через год, становились известны, получали всесоюзную славу. И всемирную порой. И картины эти. Он общался, он писал такие книги, он общался с лучшими писателями. Вот это было. Я написал песню, в общем, достаточно просто и легко. Я вот эту книгу, прямо там ритм одной фразы, вот когда я нашёл, вот «Алый парус с белой полосой». Вот похож, знаете, спартаковский знак. Они мне ответили тем же, они мне подарили, они назвали его гимном, фон старостин, и подарили мне золотой значок с бриллиантом. Это единственная драгоценность у меня в семье. Нет, у меня в семье их, ну, жена. Значит, ну всё. «Алый парус с белой полосой». Когда на нашей огневой, на славной пресне Сошли на нет кулачно-стенные бои, Бошёл футбол, ну что быть может интересней, Чем в поле отстоять достоинства своих. Нельзя мальчишкам без сражений, пусть без драки. И вот один из них вихрастый заводной Попал в пятёрку дерзкой пресненской атаки И очень скоро заблистал её звездой. Тут говори, не говори, он спервою тренький зарит, Был капитаном с лоском и ворсой. Футбол, как радость он творил и нам на память подарил. Свой алый парус, свой алый парус, Свой алый парус с белой полосой. Почти взбежал на небосклон большого спорта И капитанствовал в районе Москве. Потом в стране футбольной капитанил гордо, А кто-то пел, везёт же парню на траве. На самом деле всё совсем не просто было, Когда сегодня ты герой, а завтра враг. В то время, как страна тюрьмою становилась, Воскликнуть гордо и свободное спорта. Тут говори, не говори, он спервою треницарь, Был капитаном с лоском и ворсой. Футбол, как радость он творил и нам на память подарил. Свой алый парус, свой алый парус, Свой алый парус с белой полосой. Семь тысяч триста пятьдесят футбольных метров Вместили счастье быть сильнее и щедрее. Игру друзей, врагов, просоленные кедры, Двенадцать горьких лет тюрьмы и лагерей. Но он и в лагерях отчаянно футболил, А он играл куда вне доли по ветрам. И пусть не гладко-гладко стриженное поле, А он играл в футбол и время обыграл. Тут говори, не говори, он до закатной, до зари, Был капитаном с лоском и ворсой. Вот Бог, как радость он творил и нам на память подарил. Свой алый парус, свой алый парус, Свой алый парус с белой полосой. Свой алый парус, свой алый парус, Свой алый парус с белой полосой. Это бурные продолжительные аплодисменты, которые хотят вызвать Виктора на сцену. Он ждет, что его еще будет получать. Дедушка Мороз! Настоящий друг, я ругаюсь, а где-то мой каподастер, там. Сделай это, я не знаю. Стоять, стоять сначала. Значит, Игорь Иссен знает, потому что он участвовал в нашем свадебном путешествии. Я через три дня после свадьбы уехал в Афганистан. Вот представляете, я настолько там скучал. Мы ездили по заставам, помню, и на такой, на верхотуре, откуда кушка видится, не как с кушки, вот сверху там памятник, крестер, а вот с верхотуры видится, что она вдали неутоплена. И вот на заставе со стороны Афгана, вот доехав до этого, я смотрю мост, Советский Союз. Там погранцы, и думаю, если бы Света приехала вот сюда, у меня же возможность есть, туда приехать. А я бы подошел через минное поле вот сюда, бы к этому настал. Мы могли бы встретиться. Ну, в общем, совершенно такой вот, голова, в общем, в другом мире. И тут вдруг вот это все с фестивалем. Представляете, в Москву фестиваль, программа. Такая возможность встретиться, вы знаете, а ее не отпускать с работы. Она говорит, я, говорит, не надо я ничего, она говорит, я уволюсь. Нет, не надо, ты вот, мы тебя отпустим. Но она собрала женсовет, такая волевая девушка, женсовет постановил отпустить. И она приехала ко мне в незнакомый город, просто не знаю. У меня там жил сокурсник из Краснодара, землячок. И он как раз в ОСО служил. И она, не зная, куда она сейчас будет идти, попросила, чтобы кто-то ей помог там какую-то кошелку вынести из самолета. Но тут вдруг в самолете он приземляется. Светлана Михайловна, в аэропорту вас встречает ту траву, военный комендант аэропорта Ташкент. И она, значит, оказалась в Белой Волге. Я прямо с травы там ее под белые руки. И я тоже. А я вышел, уже знаю, что света одета здесь. Уже все, у меня все, весь мир поплыл. Я попил воды нехлорированной, мы там пили только перехлорированной, 10-15 раз. Хараную там. И вышел на улицу, и пошел по Ташкенту, практически пешком. Я не знаю, вот я шел по Ташкенту, многомиллионный город. Рядом бежат тормоза, это только зеленый. И он меня нашел каким-то образом. Ничего себе, говорит. Сколько нервов. Там вылетел, говорят, здесь приземлился. Где растворился? Михайловна, вообще нету никого. Ну ладно, посмотрел в глаза мои счастливые. Говорит, ладно, с тебя, говорит, кабак. И проблема была закрыта. Я сейчас даже не представляю, как я мог уместиться на раскладушке. Я уж извиняюсь за подробности. Где начался мой первый сын? Это вот он виноват. Но об этом он сам никогда не узнает. Я приехал, когда вот из этого, и появилась песня, одна из таких вот, после моей женитьбы. Получил первое письмо и написал. Дорога домой называется. Ни одного слова про войну. Сама короткая дорога домой у нас была взлетная полоса в Карболе. Ну вот, дорога домой. Дорога серая становится у горизонта голубой. Но там она не остановится. Она кончается тобой. Ладонями твоими нежными И теплой глубиною глаз. И прядью темною, небрежною По суету и горячих глаз. И ногу слепнут звезды плеклые Как в утро памятного дня Когда щекой коснувшись мокрою Поцеловала ты меня И снова к нам наш день вернется Сплеснула светом чистый кровь И снова солнце улыбнется Просохнет расставание дождь Дорога серая становится у горизонта голубой. Но там она не остановится. Она кончается тобой. Она кончается тобой. Она кончается тобой. Она кончается тобой. Аплодисменты слабы. Словно было это вчера Встреча первая наша с тобой Не промчались и поняли мы Не игра. Вихрем нас закружила любовь Как же долго тебя я искал Исходив километры дорог И в сердечко своем Никого не пускал И не пелось мне ласковых строк Ты моя желанная Чудо долгожданное Милая, хорошая И к ногам твоим Сердце мое вброшено Но однажды-то Вечерний ту British Мне глаза улыбнулись твои Неосознанно, что там Коснулась души Вдруг забели зимой соловьи Столько радости мне принесла Хоть и встречи бывали редки Руки нежные двор лебединых крылат Укрывали меня от тоски Ты моя желанная Чудо долгожданное Милая, хорошая И к ногам твоим сердце мое брошено Без остатка дарила сладых нектар Не скрывая желаний любви Не сравниться ни с чем этот щедрый твой дар Я приду лишь меня позови Ты опора и радость души Если снова половинка моя Рвется сердце к тебе И навстречу спешит Восхищение любви Это я Ты моя желанная Чудо долгожданное Милая, хорошая И к ногам твоим сердце мое брошено Ты моя желанная Ты моя желанная Чудо долгожданное Милая, хорошая И к ногам твоим сердце мое брошено Песня рождается, конечно, в разных ситуациях Когда я ездил из Можайска в Голицыно Когда служил последние 10 лет в пограничном училище Вернувшись в Закавказье, работал редактором газеты Голицынского пограничного института Назвался газетой «Честь и мере» Утром едешь и в разные ситуации Кто-то дремит, как правило, в 6 или 7 утра Кто-то заговаривает, кто-то читает И вот сидят напротив молодые юноши, девушка Чемпион, видишь, что влюбленные Утром не мерзает Он шепчет, смотрит Слух у меня музыкальный, нехороший Он на ушко и так «Я, кажется, тобою заболел» Получилась песня с одной фразой Я тобою заболел Заразит тебя самую В суете различных дел Радости своей не скрою Ты тревожишь сердце мне Ты не лечишь душу лаской И являешься во сне Словно ты и добрый сказки Растревоженный друг друга Душа вырвалит сесь круга И счастливый закружил водоворок Стали ярче жизни краски Задыхаемся от ласки Пусть все дни мимо пронесет Стали ярче жизни краски Задыхаемся от ласки Пусть все дни мимо пронесет Стали ярче жизни краски Задыхаемся от ласки Пусть теперь и мимо пронесет Твоего сердечка стук Слышу я на расстоянии И печальность от разлу И грущу от ожиданий Позади немало лет Грустится в нелегкой ноши И у тебя в мире нет Добрый ангел море хороший Растревал живи друг друга Души вырвались из круга И счастливый закружил водоворот Стали ярче жизни краски Задыхаемся от ласки Пусть все беды мимо пронесет Стали ярче жизни краски Задыхаемся от ласки Пусть все беды мимо пронесет Пусть все беды мимо пронесет Стали ярче жизни краски Задыхаемся от ласки Пусть все беды мимо пронесет Пусть все беды мимо пронесет Пусть все беды мимо пронесет И вот на выходе уже В отделение лечебной физкультуры Пятенца второв Все девушки Умницы красавицы Пусть все четверо Наташа А одна Татьяна Конечно не могла песня не появиться Посвященная этому замечательному отделению После которого я вышел абсолютно Строем, поджарем С исключительным жаждой жизни огромной И пошел дальше служить Называется написано ЛФК Лечебная физкультура ЛФК, ЛФК, ЛФК Ты мне так дорога и близка Разминаешь мои позвонки И становятся члены легки Разминаешь мои позвонки И становятся члены легки Я тянусь изо всех своих сил Как инструктор меня попросил Вот уже на немного подрос И притих мой мучитель хандрос Вот уже на немного подрос И притих мой мучитель хандрос Наклонились, потянулись Пяткой ухо достаем Во всем теле Ощущая удивительный подъем Голосок девичий нежный И волнующий шурчий Все я сделать так стараюсь Как Наташа говорит Напевает нам магнитофон Разгоняет ремонт и сон Амплитуда движений растет И с Албаградом катится пот Амплитуда движений растет И с Албаградом катится пот Помогал он мне день ото дня Взгляд наполненный верой в меня Придавал мне терпение и сил Лишь поэтому муки сносил Придавал мне терпение и сил Лишь поэтому муки сносил Наклонились, потянулись Так и ухо достаем Во всем теле Ощущая удивительный подъем Голосок девичий нежный И волнующий шурчий Все я сделать так стараюсь Как Наташа говорит ЛПК, ЛПК, ЛПК Говорю до свидания пока Вы действительно всем хороши Низкогланились вам от души Низкогланились вам от души Вы действительно всем хороши Иди, конечно же, в бой Здесь, мне он в поле не стоит Как вы, типа, у нас встречает Про вас скоро поезды и за эти песни Следующего приезда Это, наверное, одна из самых первых моих песен Которые не совсем моих В соавторстве с поэтом погибшим в годы войны Юрий Инге Как-то досталось сборник Вот такой был у меня Когда я начинал только службу В Ленинганском пограничном отряде Это Армения В 77-й А в 78-м появился у меня старший Первый день с Димка Я его качал Потому что высокогорье Полторы тысячи метров сам город Дети плохо засыпали Гипертония у всех То есть повышенное давление И вот я качал-качал Мурлыкал что-то под нос А потом нашел в этом сборнике Увидел стихотворение Такое замечательное «Колыбельная сына» называется И вот я Перелозил его на свою музыку Получилось, наверное, одна из самых Первых саатфорских таких песен «Колыбельная сына» Вся столица спит долгом Вся столица спит долгом Вся столица спит долгом Медвежонок Медвежонок плюшевый Я спою тебе, дружок Песень тебе доверю я Как среди больших дорог Мчалась кавалериня Ты не бойся, я с тобой Ночи были жуткими Стычка утром в полночь Ой, мы не спали сутками И теперь в ночную тишь Как же мне не вспомнить их Если ты спокойно спишь В нашей мирной комнате Не допустим мы врага И на выстрел пушечный Но так спи, сынок, пока Саблею игрушечной А ударит гром опять Слышь ты, отбеливая Да и сам не будешь спать Целыми неделями Юга легкая кружит Вьюга береги плючит сон За окном такая жизнь Что и спать не хочется За окном такая жизнь Малыш, спи меня, не слушая Моя гордость, мой малыш Медвежонок плюши Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Танюшеньке, которая нас так тепло и степенно Пронимает Вот Вчера всю ночь не спал Книша правда сказал Не спал, видите, что он сегодня сказал Игорю А почему я не спал? Я песню сочинял для Тани А вы сочиняли Танюша, выйди сюда, пожалуйста И будут тебе разрешаться Смотреть твои чистые рожары Денек сегодня солнечный И на душе свято Пришли мы в гости к Танечке Нам крупно повезло Пришли порадовать И счастья пожелать И от души, поверь ты нам Хотим тебе сказать Танечка Танюша, друг наш дорогой Пусть мечты сбываются И будет тут прямой Танечка Танюша, славный человек Счастья тебе полного и любви навек Счастья тебе полного и любви навек Молодец исполнилось Жить еще дожить И судьба должна тебе Радость подарить Будь всегда желанной ты Для близких и друзей Жизни больше радуйся Смотри, ты веселей Танечка Танюша, друг наш дорогой Пусть мечты сбываются И будет тут прямой Танечка Танюша, славный человек Счастья тебе полного и любви навек Счастья тебе полного и любви навек Танечка Танюша, Танечка Танюша Танечка Танюша Еще одна песня в жанре современного романца Просыпается утром земля Нежным морем воздух дрожит И звучит зарей песня моя Ведь тебе нам принадлежит В каждом слое распахнутость глаз И улыбки смущенной рассвет Звуки голоса, кожи, атлас В каждой ноте пиши твои цепь Сверкаешь каждой гранью драгоценной В оправе сердца словно изумрут И каждой встречи памятью бесценной Все мои строчки о тебе поют Ты мой жгучий морозный рассвет И в малиновых бликах закат Ты души моей ласковый свет И тоскующий плоти раскат Обласкаю сиянием глаз Закружу пейерверком стихов Ты души моей яркий Элистас Самый сладкий из смертных грехов Сверкаешь Каждой гранью драгоценной В оправе сердца словно изумрут И каждой встречи памятью бесценной Все мои строчки о тебе поют Пусть спокойно заснется в земле В эту звездную тихую ночь Ты не зря появилась в судьбе Все тревоги гоню я прочь Для тебя эту песню пою Нежно глажу волос перелив И мятежную душу свою Я кровью под любимый мотив Сверкаешь Каждой гранью драгоценной В оправе сердца словно изумрут И каждой встречи памятью бесценной Все мои строчки о тебе поют Пою А-а-а, 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 а-а-а-а Ну конечно, ничего страшно, сейчас у нас еще смотреть, у нас ключи есть, мне сказали Я все знаю, да, потому что зрителей не утомить, в общем, где там Зрители смотрят, не будем ждать, когда это закончится Пока внимают, подождите Метро еще работает Метро работает, да доскоген работает В 20? В 15 Ну у нас лучше метро У нас в Лужков, когда бардовский концерт, он по 2 часа только, а не отпускает Метро и М4 начнет работать А-а-а, ну так действительно, какие вопросы, 12, 4 уже, ну там 4 часа Значит, вы знаете, у нас кроме квартета лирики, которая уже 8 лет как бы исполнилась У нас совершенно какое-то образование появилось 2 года назад на фестивале на Куликовом поле Нас обозвали три ополковника, когда мы просто приехали и мы втроем пили какие-то песни А потом мы подумали, подумали, сделали казачью программу В чем таких старинных казачьих песен Вот И Несмотря на то, что у нас двое Но мы тем не менее остаемся ополковниками Решили все-таки, значит Без самого громкого голоса Миши и Калинки Все-таки спеть вам самую веселую из этой программы Самую грустную и самую красивую песню, которую вы все с удовольствием подпоете Вот Ну, самое веселое, да? Посмотрим тесто, потому что мы поставим перед собой, чтобы вот руль ты не ошибся Челочка 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот есть легенда, что слова следующей песни были написаны в казематах Измаила, которые взяли русскими пленными казаками. Такая красивая, но, наверное, сколько легенда в каждой легенде. Не для меня придет весна, не для меня дом разорвется, И сердце девичье забьется в восторге чувств не для меня. Не для меня, не для меня цветут сады, В долине роща рассветает, Там соловей весну скликает. Он будет петь не для меня, Не для меня текут ручьи, Журчат алмазными струями. Там где-то с черными бровями, Она растет не для меня. Там где-то с черными бровями, Она растет не для меня. Не для меня, не для меня. Не для меня придет пасхаль, За стол роднется, соберется. Христос воскресе, Зуб поется, Пасхальный день не для меня. Христос воскресе, Зуб поется, Пасхальный день не для меня. Не для меня, не для меня. Не для меня цветут святы, Разпустит роза свет душистой. Сорвешь святого, Он завянет, Такая жизнь не для меня. Сорвешь святого, Он завянет, Такая жизнь не для меня. А для меня кусок святы, Он тело белое попьется, И слезы горькие польются, Такая жизнь не для меня. А для меня слезы горькие польются, Такая жизнь не для меня. А для меня слезы горькие польются, Такая жизнь не для меня. Мне малым мало спалось, Мне малым мало спалось, Ой, да вас не привиделось. Мне вас не привиделось, Мне вас не привиделось, Как будто какой-нибудь вороной. Разыгрался, расплясался, Ой, да разыгрался, Подо мной. Разыгрался, расплясался, Ой, да разыгрался, Подо мной. Туда налетели ветры злые, Но с восточной стороны, И сорвали черну шаг С моей буйной головы. И сорвали черну шаг С моей буйной головы. И сорвали черну шаг С моей буйной головы. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Волосы светлые, косы сплетённые, а глаза Небо весом на носи, голубь не весна Стройная, милая, очень красивая девушка Может быть рядом, где-то рядом она По свой вагон вошла она, улыбнулась из окна Поезд трублеслер, лишь рукой помахал ей в ответ Опять от меня сбежала последняя электричка И я по шпалам, опять по шпалам иду Там мой по привычке Как всегда мы за ночи стояли с тобой Как всегда было этого мало Как всегда Позвала себя мама домой Я метнулся к вокзалу Опять от меня сбежала Последняя электричка И я по шпалам, опять по шпалам иду Домой по привычке Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Как теперь не веселиться Не грустить от разных бед В нашем доме поселится Замечательный сосед Мы соседи и не знали, и не верили себе Что у нас сосед играет на кларнете и трубе Утром зазвонит будильник мне, будильник ни к чему Потому что доверяю я соседу свою Рано утром на работу он меня разбудит срок У него свои заботы начинается урок Пожил-добыт черный кот за углом И тогда ненавидел весь дом Только песня совсем не о том Как не ладили люди с котом Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет А пока наоборот Только черному коту и не везет Только черному коту и не везет Только черному коту и не везет Там, где клён шумит над речной волной Говорили мы о любви с тобой Обустел тот клён, в поле бродит мгла А любовь как сон стороной прошла А любовь как сон стороной прошла Ни к чему теперь за тобой ходить Ни к чему теперь мне цветы дарить Ты, любимая, не смогла сберечь Поросло травой Вместо нашей встречи Поросло травой Поросло травой Поросло травой Вместо нашей встречи Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла extrêmement Ла-ра-лая-ла-лая-ла-ла-ла-ла Там, где клён шумит Спасибо. Я говорю, Витя, знаешь, мы практически не повторяясь, спели 15 часов. Но вы знаете, вот мы сейчас споем эту крайнюю песню, потому что я вот смотрю, вас впереди ожидает встреча с этим любимцем, Алексеем Кудрявцем. Мы не можем вас, в общем-то, отомить в такое время. Мы не будем петь сегодня авторскую классику, не будем сегодня, мы уступим место поросли, авангливой, олосистой Алексеем Кудрявцевым. Но мы споем эту крайнюю песню, что вместе с вами, вы же поняли, да. ПЕСНЯ Колеса дикуют вагонные, и срочно увидится нам, мои номера телефонные, разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз. Мы точки тире телеграфные, ищите настрой, как меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз Я думаю, с такими погонами бы из Советского Союза не выпустили бы в Прагу в то время С этой секретностью и так далее Лично у меня никакой ностальгии это не вызывает Я помню, как меня два раза выгоняли из комсомола Первый раз это было за то, что мы спели песню Юрия Шевчука на новогодней вечеринке Самую безобидную Это было с 85-го на 86-й год Я не помню, комсомол в 13 лет принимали, по-моему, или в 14-х В 13-х, по-моему, в 13-х В 13-х не хотели Ну, что-то там класс 7-й был, да И мы на новогодней вечеринке спели песню Шевчука «Наполним небо добротой» Очень добрая песня, причем я даже не пел, я просто играл на гитаре А так как там был текст «Вперед, Христос, мы за тобой наполним небо добротой» Меня, я был исключен из комсомола Потом меня обратно приняли В общем, я был одним из самых первых, наверное, наших комсомольцев Середины 80-х, которые пострадали на религиозной почве Хотя я никогда не был таким фанатиком религиозным Ну, так что воспоминания у меня о Советском Союзе какие-то Такие Значит, песня, которая, она новая почти совсем Она имеет отношение, как раз вот рассказывали про Грушевский фестиваль Про все фестивали, про артистов Многие я написал, вот авторы и исполнители разделились на две категории Одни стали ругать меня за эту песню, говорят, что я гад, подонок, почему я так к коллегам отношусь А другие, например, братья-мещуки, сказали, как классно, вот ты абсолютно прав, Потому что пока с нужными людьми печень не посадишь, на сцену хрен выпустят Вот, собственно говоря, вот так про эту песню Называется «Про общение» Что ж ты ноешь, дружок, перед сценою Становясь банальнейшим зрителем И молчишь, набивая цену И всюду ищешь врагов и вредителей Пусть совет дают, тем не менее До скандалей, что просишь прощения А дело здесь не выиграть умений А в общении, парень, в общении Если ты общаешься правильно Если ты общаешься грамотно За тебя будут пить до утра вино И похвальную выпишут грамоту И оценят твое стремление Поведением проставить галочку И совет дадут, тем не менее Ты еще пообщайся, мало ли чё Не разминивай, брат, на мелочи Свою жизнь пусть сложится на душе А не задумывайся, ты зачем вообще Помни, брат, для кого, а вот и ладушки Но когда на сцену взлетишь, как моль И вспорхнешь над толпой огороженной Ты оставь хоть аккорд, хоть какой бемоль Для таких же гостей неброшенных Мы поймем, хоть и что в том хорошего Пазлы душ, позитив не селятся Люди хлопают в кровь, спив ладоши Но people с хавы не застрелятся До утра будут пить за тебя вино Назовут, может быть, даже гением Ведь суть совсем не в том, что поешь А в общении, парень, в общении Ведь суть совсем не в том, что поешь А в общении Во втором часу ночи ты был Позвонил своему другу и коллеге По авторскому цеху Дмитрию Вешневу И спел эту песню Он первый слушатель у меня был этой песни Он спросил, а что это я А говорит ему, вообще это не про тебя Надеюсь А давайте про любовь Может и выгляжу идиотом Но я не сошел с ума Я съехал шланг тормозной Перерезал кто-то хуже Если себе на потеху Встретило взглядом И сердце в колочья Где ж на нее найти мне управу Как часовой, что выпустил очередь Предупредить, забыв по уставу В уму тянет меня В уму А могло все быть по-другому Пил бы, гулял, стрелял глазами У всех разил на повало Цельюсь на нее Слюсь часто Да, злюсь на себя А в душе Счастлив все остальное И прочее Только слова Только слова Только вот и колотит Да так, что не имею А пульс запределен Да мне и не страшно Ну в чем я дурак Виноват перед ней То, что на десять С лишним лет старше Да пустяки Я займусь спортом Буду контейнер Штурять в небо Может услышит меня Бог там Пусть ничего Не прошу и не требую В уму тянет меня В уму Там могло все быть по-другому Пил бы, гулял, стрелял глазами У всех родил на повало Злюсь на нее Злюсь часто Злюсь на себя А в душе счастлив Все остальное И прочее Только слова Только слова Плюнуть на все И сойти струга Выйти во двор С мужиками Выпить И позвонить Бывалой подруге Да за полночи Дурь эту выбьет Знаю Все будет в сто раз Хуже Мысли дурные Сбивают с курса Может ей И нафиг не нужен Но если нужен Только не трусом В уму тянет меня В уму Там могло Все быть по-другому Пил бы, гулял Стрелял глазами У всех родил на повало Злюсь на нее Злюсь часто Злюсь на себя А в душе счастлив Все остальное И прочее Только слова Все остальное И прочее Только слова Все остальное И прочее Только слова Миша Миша Большое спасибо Что ты Распортак спел Я вот Очень хотел Даже попросить Спеть эту песню Потому что Миша Он как-то спел По-моему В президентском полку Мы выступали За кулисами ее спел Я говорю А что ты ее на концертах Не поешь Михайлов говорит Да я не знаю Я вот как написал Все подумают Что заказан гимн Я говорю Миша Я фанат ЦСКА С 78-го года И когда Мой папа Мне было 6 лет Когда я папу спросил Папа А за кого ты болеешь Я смотрю Он перед телевизором Там сидит Мальчик смотрит Что там Вот Он говорит Сынок Я болею за ЦСКА Я говорю Папа Можно я тоже буду болеть за ЦСКА Он сказал Хорошо сынок Он очень серьезно На меня посмотрел На 6-летнего мальчика И сказал Хорошо Сынок Ты можешь болеть за ЦСКА Я тебе разрешаю Но три условия Мы будем болеть за ЦСКА За слабеньких И против Спартака Исходя из этого Я говорю Миша Ты же можешь мне поверить Я просто Этих мясников С этим С полосой Я терпеть ненавижу Игут Но песня же Песня же шикарная И старостин Конечно был личностью То что меня отнесло К армейнском лагере Спасибо за эту песню Она шикарная Давай сейчас концерт Я не понимаю Как вы можете Четыре часа подряд петь Бенефис будет 7 марта Приходите А полтора часа пою И все Не верю Не верю Давайте Ну я не знаю Уже были же Как-то вот Как-то сказать Не авторские правонарушные Давайте высотку Одну споем Никому скажите Можно даже две Четыре Четыре А давай Сегодня спросили Про Алиционный институт Который я заканчивал У Высоцкого есть песня Она даже без названия Он ее записал Он ее написал Для спектакля Звезды для лейтенанта В 75-м году Один раз он ее записал С великолепным гитаристом Больше никогда не пел Она даже без названия Это такая дилогия Из двух частей Но я бы назвал Эту песню Летчик-испытатель У меня она близка И думаю Ну вам тоже будет Да? Я еще не в угаре Не втиснулся в роль В кадусной шпангаре Граф Кто король Кто слабей Кто сильней Кто плохой Кто хороший Кто кого-то Бечет Да пытает Да жмет Лет у нас самолет Или наоборот На земле Притворилась машина Светоши Завтра я испытаю Судьбу А пока Я машине ласкаю Крутые пока На земле мы равны Но равны ли В полете Под рукой не скрою Ко мне холодок Я иллюзии не строю Я старый ездок Самолет не объезженный Дьявол По плоти Знаю силы Мне утро утроит Ну а конь мой Хороший сейчас Вот решает он Стоит Не стоит Из-под Биражей Шел Шел Прямиком Плыл под грифом Секретно По волнам Науки Генеральный конструктор Тебе потакал И отбился Труб Ты в КБ В ОДК Но сегодня Попал К испытателю В руки Здесь возьмутся Покруче Придется теперь Расплатиться И лучше Без лишних Потерь В нашем деле потери Не очень Приятны Ты свое Отгулял До последней черты Но и я Попетлял На таких вот Как ты Так что грех Нам обоим Идти Нам попятны Иногда Недоверие Точит Вдруг Не все мне Машина Отдаст Вдруг Она Засвоит Не захочет Из-под Балки Работать На нас Мы взлетали Как уни С расслышших Полей Двадцать Вылетов Сутки Куда Веселей Мы смеялись С парилкой Туман Перебудов И простор Набивались Мы До тесно Облака Надрывались Рвались Луаскуты Пули Шили С них Купала Парашюты Парашютов Парашют Парашют И у всех На виду Парашют Но плевать Я хотел На узу Примет У него Есть Предел У меня Его нет Поглядим Кто из нас Запоет Кто заплачет Если будет Полет Этот Брожит На Собоих Не спишут Запас Кто Сказал Что Машина Не может И не хочет Работать На Нас Я Вчера Закончил Ковку Я Два Плана Залудил И В Загран Командировку От Завода Угодил Копоть Сажу Смыл Подтушен Съел Холодного Еся И Инструктора Послушал Что Там Можно Что Нельзя Говорят У них Пока Что Лучше Бы Того Чтобы Я Не Отщебучил Ни Того Он Мне Дал Прочесть Брошюру Как Наказ Чтоб Не Сдумал Жить Там Скуру Как У Нас Говорил Со Мной Как С Братом Про Коварный Зарубеж Про Поездку К Демократам В Польский К Город Будапеш Там У них Уклад Особый Нам Так Сразу Не Понять Ты Уж Их Браток Попробуй Хоть Немного Не Уважать Будут Сводку И Дебаты Отвечай Нет Ребят Демократы Только Чай От Подарков Их Сурово Отвернись Могут Сами Дерьма Такого Завались Он Сказал Живя В комфорте Ты Экономину Не Дури И Смотри Не Выкинь Фотель Сухомятки Не Помри В Этом Чешском Будапеште Уж Такие Времена Может Скажут Пейте Ешьте Ну А может И Ничего Ох я В Венгрии На рынок Похожу На немецких На румынок Погляжу Демократки Уверяли Кореша Не Берут Советских Граждан Ни Гроша Ну Буржуазная Зараза Там Все Же Ходит По Питам Опасайся Пущи Глаза Ты Внебрачных Связей Там Там Шпиенки С крепким Телом Ты В дверь Они В окно Говоришь Что С этим Делом Мы Покончили Давно Но Могут Действовать Они Непрямиком Жасть В купе И Притвориться Мужуком А Сама Наложат Дола Под Корсет Ну Уж Проверяй Какого Пол Твой Сосед Вот Тут Давай Его Пытать Я Опасаюсь Маху Дам Ну Как Проверить Лезь Под Платье Так С на Почму Нардам Ну Инструктор Парень Дока Деловой Попробуй Среж И Опять Пошла Марока Про Коварный Зарубеж Я Популярно Объясняю Для Небреж Я Болгарам Уезжаю Будапеш Если Темы Там Возникнут Сразу Снять Бейбить Не Нужно Они Вникнут Разъяснять Ну Я По Их Нему Ни Слова Ни В Духу И Ни В Тую Молод Мне Так Я Любов Свою Перекую Но Ведь Я Ж Не Агитатор Я Потом Свяный Кузнец Я Поехал В Лан Батор Не Поеду Наконец Сплю С Женой А Мне Не Спится Дусь А Дусь Может Я Без Заграницы Обойдусь Я Ж Не Их Нем Ни Белем Я С Ни В Тусь Дремлет Как Ребенок Накрутивший Бигуди Отвечает Мне Спросунок Знаешь Коль Не Не Зуди Что Коль Больно Робок Я С Тобой Разведусь Двадцать Лет Живем Бок О Бок И Все Время Тусь Обещал Забыл Конечно О Хорош Что Клеенку С Бангладеш Привезешь Короче Сбереги Там пару Рупий Не Бузи Мне Хоть Че Хоть Че Че В Ступе Привези Я Уснул Обняв Супругу Лусь Нежную Мою Снилось Мне Что Я Кольчугу Щит И Меч Тебе Кую Там У них Уклад Особый Не Пойму Да Там У них Другие Мерки Не Пойму Съедя Живьем И Все Снились Мне Венгерки С бородами С ружьем Снились Усины Клейенки Цвета Беш И Нахальные Шпионки Бангладеш Еще Поживуя Воля Божья Уру Мэнда Говорят Они С Поболже Как и мы Вот же Женские Замашки Провожала Солопей А тут Тяжелорубашки Любо Довольно Дорого Смотреть До свидания Цех Кузнечный Аж Доквозник Родной До свидания План мой Встречный Перевыполненный Мной Или мы Мне Спирт По орту Проникал Я весь Путь К аэропорту Проникал К трапу Я А сзади В спину Будто лай Да на кого Ж ты нас Покинул Николай Так как Сегодня Был Концерт Замечательных Ребят Который Действительно Имеет непосредственно Отношение К защите Нашего Отечества Несмотря на то Что мы здесь Вот Давайте Споем В заключении Песню Свою Которая называется Парад Победы Это Проток Как Москва Праздновала Парад Парад Песня Парад Песня Парад Песня Принимала прощальный парад Не слыша, как рвется на клочья душа А с неба глядел неизвестный солдат Сжимая ненужный теперь пропышка На вечное, что не стреляла в печах На память живущих на этот покой Да на правнука, что на отцовых плечах Послед им махал неогревшей рукой Закрыв глаза, он будет там снова За рекой, где полегла рота Эх, старик, но ты скажи хоть слово Может, знаешь, может, жив кто-то А мы вместе с ними могли в этот день Забыв о невзгодах и бедах иных Вокруг оглянувшись, увидеть людей Людей из другой настоящей страны Вокруг оглянувшись Увидеть людей до всех нас Из другой настоящей страны Закрыв глаза, он будет там Снова за рекой, где полегла Рота, эх, старик, но ты скажи Хоть слово, может, знаешь, может, жив кто-то День победы, как он был от нас далёй День победы, как он был от нас далёй Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!